Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сирота Анастасия Циденова ждет положенной квартиры уже почти 9 лет. Девушка воспитывает ребенка, учится, работает и все это одна. В местном правительстве не особо заинтересованы в решении этой проблемы. Денег нет, квартир тоже, поэтому держитесь. Все подробности расскажем далее в выпуске. Редактор субтитров А.Кулакова Теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. Правительство Забайкальского края не жалует детей-сирот. Положенное государством жилье не предоставляют и еще успевают вытягивать десятки, если не сотни тысяч рублей. В такую ситуацию попала Анастасия Циденова из Читы. Подробности узнавала Валерия Наумова. Ненавистная тема для властей Забайкальского края – это люди с жилищными проблемами. Тем, кто в деревнях остался без дома, во время потопа подкидывают мешок картошки вместо денег. Потому что, как считает министр сельского хозяйства, эти деньги потратят неправильно. Ну, то есть пропьют. Редактор субтитров А.Кулакова Сегодня у нас в студии Анастасия Циденова. Девушка стоит в очереди уже 9 лет. Мало того, что исполнение обязательств правительства Забайкальского края в виде положенной квартиры даже не маячит на горизонте, центр занятости пытается взыскать с нее еще около 80 тысяч рублей. Мы жили сначала с родителями, и примерно в полтора-два года отец ушел из семьи. То есть я осталась с мамой. Ну, и это как-то, наверное, на нее повлияло. И она начала злоупотреблять алкоголем. Ну, из-за этого нас забрали. Мне на тот момент было 7 лет. Нас забрал отец. На тот момент мы с ним только познакомились, потому что я его не помню. Вот. Он нас забрал. У него была другая семья. Не переживайте. Да, вот. Нас забрал отец. Прожили мы с ним 2 года, и у нас не ладилось с его новой женой. И вот он нас отдал своей матери, бабушке нашей. И с того момента, с 4 класса, я жила с бабушкой. Отец отказался от нас тоже, и вот мы, получается, стали полными сиротами, так сказать. Бабушка оформила опеку над Анастасией и ее сестрой. Несколько месяцев они все вместе жили в реабилитационном центре. В 15 лет после 9 класса девушка поступила в колледж и стала жить одна в Чите, в общежитии. В 15-м году бабушка нас поставила на очередь, как только оформила опеку. И с 15-го года вам так ничего не предложили? Нет, не предложили. То есть до 18 лет, ну, я жила в общежитии, а с 18 лет уже, то есть я выпустилась, мне уже нужно работать, где-то жить, я начала снимать квартиру, так как мне еще не дали ее. И через год, нет, в 20 лет, в 20 лет я подала в суд заявление, что, ну, на выдачу квартиры, мне пришло решение суда. Очередь сместилась, то есть там с 5000 до 1000. Сейчас 881 в очереди. Но так ничего не дали, до сих пор снимаю квартиру. До решения суда Анастасия была 5179 в очереди. Сегодня она снимает квартиру в Чите с трехгодовалым ребенком на руках. 18 тысяч в месяц за жилье и 13,5 тысяч рублей за услуги частного детского сада. В государственный попали совсем недавно. Кроме того, девушка стояла на учете в Центре занятости населения, смотрела предлагаемые вакансии и искала работу сама. Я стояла на учете, получала пособие от Центра занятости и мне предлагали работу. И вот в один момент я пошла на работу, в Албересный склад устроилась, подработала там один день, то есть условия там не очень хорошие были и время, которое я работать могла, то есть, ну, тоже не могла совмещать, ребенка не успевала забирать. И вот я там отработала, ну, буквально 6 часов. И один день я там была, больше я там не появлялась. И через два, даже, может, чуть побольше месяца мне пришло уведомление от Центра занятости населения о том, что я незаконно получала пособие. По словам Анастасии, ее никто не уведомлял об официальном трудоустройстве. В компании она отработала лишь один день и больше туда не возвращалась. За смену получила 800 рублей. Между тем, в Центре занятости считают, что все это время она работала и получала пособие. И вот теперь пытаются взыскать сироты 78 тысяч рублей. В Центре занятости я, когда пришла туда с этим вопросом, почему так, на самом деле не работала, пришла это объяснить. Они мне просто дали реквизиты, на которые я могу внести эти деньги. Разбираться в Центре занятости не стали. На самом складе не могут найти человека, который якобы трудоустроил девушку. В прокуратуре жалобу на недостоверные данные о трудоустройстве передали в Москву. Это вам нужно решать с человеком, который вас устраивал. С этим человеком я уже связаться не могла. То есть я туда обращалась, и этой женщины не было, которая меня устраивала. Я пыталась писать в обращение. То есть мне приходит ответ о том, что они не могут дать мне эту информацию. И я написала в прокуратуру Черновского района. И мне тоже пришел ответ о том, что никаких данных они не могут связаться с ними. То есть никак не могут. Сегодня Циденова судится с Центром занятости, воспитывает сына, пытается заработать на аренду жилья. Учится в ЗАБГУ на факультете строительства и экологии. Говорит честно, руки опускаются. В Министерстве социальной защиты на обращение отвечают сухо. Вопрос предоставления жилого помещения будет рассматриваться по мере формирования жилого фонда для детей-сирот. А меры поддержки в виде компенсации стоимости аренды жилья в Забайкальском крае нет. Документ подписан рукой заместителя министра труда и социальной защиты Анны Косторной. На защиту это, согласитесь, мало похоже. Редакция ЗАБТВ готовит запросы в прокуратуру и Центр занятости населения Забайкальского края. И о местным властям напоминаем, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин регулярно берет под личный контроль дела о непредоставлении положенного жилья сиротам Забайкальского края, а также халатности властей и циничной бюрократии на грани с жестокостью. Валерия Наумова, Евгений Погорелый, Павел Шухляев. ЗАБТВ. Город – это сложная живая система со своими жителями и проблемами. Для этого и была придумана городская власть, чтобы с помощью своих полномочий решать жизненно важные задачи и улучшать качество жизни для людей. Вот и в Чите требуется твердая рука настоящего хозяйственника. И такая вроде даже есть, но хозяйственная ли? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Чита – столица региона. Город должен как минимум быть примером для остальных населенных пунктов Забайкальского края, чтобы другие равнялись на благоустройство и чистоту. Это по-хорошему, по-плохому же мы имеем, мягко говоря, не очень презентабельный облик Читы, за исключением пары-тройки центральных улиц города. В остальном это мрак и ужас. Несанкционированные свалки, заброшенные парки и скверы, разбитые ресурсниками дороги, которые не могут восстановить еще с прошлого года, бродячие собаки, разгуливающие по улицам, коптящие черным смогом частные котельные, аварийные дома, траблы с передвижением читинцев на общественном транспорте, бесконтрольная реклама на баннерах, сотни уничтоженных деревьев и многое-многое другое. Проблем, которые требуют немедленного решения, хоть отбавляй. И для этого у нас есть целая городская администрация во главе с Инной Щегловой и с множеством подведомственных ей организаций. Жителям Читы хочется, чтобы городской хозяйственник занимался этими делами, но что по итогу видит общественность? Благо сейчас, в век интернета и современных технологий, каждый уважающий себя чиновник заводит что-то вроде личного блога. Вот и Инна Щеглова создала свой телеграм-канал, в котором рассказывает о своей деятельности подписчикам, то есть по большей части жителям краевой столицы. И первое, что видят читинцы, это то, как в перерывах между полетами в Москву госпожа Щеглова вовсю выкладывает посты с различных мероприятий. От яркости и пышности фотографий, на которых мелькают цветы, благодарственные грамоты, концертные танцы, и счастливая руководитель городской администрации может зарябить в глазах. Если бывший сетименеджер сапожников был как муравей из той басни, которая устраивала рейды по раскопкам ресурсников, руками проверял качество уложенного асфальта, катался на спецтехнике вместе с дорожниками, то Инна Сергеевна больше походит на стрекозу, потому что песни, пляски и торжественные церемонии. А вот с проблемами людей у нее разобраться как-то не получается, да и некогда. Наблюдать за яркой жизнью Инны Щегловой может кому-то и интересно, например, позитивным СМИ, которые так любят власть. Только вот жизнь в городе от этого позитива в лучшую сторону не изменится никогда. Строительством индустриального парка «Стройпром» в Чите будет заниматься ООО «Звезда», зарегистрированная в Сочи. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Так, в районе Ивановского проезда Черновского района краевого центра подрядчик возведет якобы небольшой промышленный городок. В нем будут административно-бытовые здания, гостиницы, зона отдыха, деловая зона, промышленные помещения и складские. Срок исполнения контракта до 1 апреля 2025 года. Напомним, директором ООО «Звезда» числится Вартан Хачатурян. Компания зарегистрирована в 2005 году в Сочи. Согласно данным ФНС за 2022 год, численность сотрудников там 52 человека. Эта компания занималась ремонтом драм-театра и реконструкцией театральной площади в Чите. ГКУ службы единого заказчика закроется в июне этого года, сообщили Запру в пресс-службе Минстроя Забайкалья. До этого времени поэтапно начнут функционировать новые учреждения, уточнили в министерстве. Функции организации будут разделены между тремя независимыми учреждениями. Отдельно госзаказчик по объемам капитального строительства, отдельно по объектам дорожного хозяйства и отдельным независимым учреждениям будет строительный контроль. Ранее бывшего замдиректора ГКУ службы единого заказчика Виктора Гуслякова, напомним, приговорили к 8 годам колонии строгого режима и крупному штрафу. Он обвинялся в получении взяток, организованной группой в крупном и особо крупном размерах. Помимо этого, служба единого заказчика была признана самой коррумпированной организацией за последние 5 лет. На Дальнем Востоке будет рассмотрено дело соучастника контрабанды лесоматериалов из Приморья и Хабаровского края. По информации пресс-службы управления Генпрокуратуры в ДФО, общая стоимость незаконно вывезенных ресурсов в Китай составила больше миллиарда рублей. Установлено, что с 2015 по 2019 годы обвиняемые действуя в рамках организованной группы вывезли в КНР лес объемом больше 125 тысяч кубических метров. Под видом двух юридических лиц, которыми управляли номинальные директора, преступники декларировали товар на таможне с использованием фальшивых документов. Древесину доставляли в Китай на машинах и поездах. Возбуждено уголовное дело по статье контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой. Двое соучастников скрылись и объявлены в международный розыск. Один был задержан, его имущество уже арестовано. Напомним, в Забайкале также наблюдался подобный случай. Так Ольга Левочкина и ее муж Синь Сюймин в 2012-2019 годах занимались контрабандой незаконно заготовленного леса в Китай. Сумма ущерба тогда составила 2 миллиарда рублей. Черновский суд приговорил Левочкину к 7 годам лишения свободы. Однако в ходе судебного заседания 45-летняя предпринимательница предоставила свидетельство о своей беременности. Поэтому приговор ей назначен был со срочкой до достижения ребенком 14 лет. А уже 17 августа отсрочка была отменена. Жители села Ундино посели, что в Балейском районе, которые пострадали от паводков еще в 2021 году, до сих пор не получили выплаты. Одни продолжают бороться за свои права, а другие вынуждены загонять себя в кабалу. А тех, у кого в прямом смысле слова ушла почва из-под ног, прямо сейчас. В июне 2021 года в Селёндии на поселье прошли паводки среди пострадавших пенсионеры Киберевы. Вода в их доме простояла 3 дня на уровне метра. Тогда затопило все, в том числе огород. Акты на руки мы получили только в октябре месяце. Правда, датирован он был августом, а содержание повергло в шок. Дом комиссия признала лишь подлежащим капитальному ремонту. С такой формулировкой пенсионеры, естественно, не согласились и заказали уже за свой счет проведение независимой экспертизы. Дело принимало другой оборот. Специалисты заключили – состояние жилища аварийное, жить в нем опасно. Пенсионеры направились в суд. Решением Балейского городского суда первоначальное заключение признано незаконным. Местную администрацию обязали включить пенсионеров в список пострадавших, чтобы те получили выплаты на приобретение жилья. Однако на этом мытарства сельчан не закончились. Осенью 22-го года пришло уведомление с Балейского района от исполняющего обязанности Сенебратова, что родители включены в список. И на основании этого уведомления нужно открыть счет в Сбербанке. Счет был открыт. Пенсионеры сделали все, что от них просили. На календаре, как мы понимаем, март 24-го. Никаких денег люди так и не получили. Не дождалась выплаты еще одна жительница села, а потому вынужденно загнала себя в долги. Я переехала в Сеногорск. Мы нашли здесь квартиру, закочевали. Мы думали, что деньги придут, и мы ее купим. Но так как мы до сих пор их не получили, мне пришлось взять вредит и эту квартиру купить. Сидеть я брала 60 тысяч. На то время я еще взяла, можно сказать, успела взяла шанс. У нас в данный момент 13 миллионов стоит 1,8 миллиона. Какая ежемесячная сумма платежа? Около 15 тысяч. А зарплата ваша сколько? Зарплата у меня в рот. Как нам пояснили в региональном инстрое, семья Киберевых включена в дополнительный список семей, у которых на момент возникновения ЧАЭС якобы не было соответствующих документов на имущество, дающих право на получение компенсации. Пострадавшие, в свою очередь, уверенно заявляют, все документы были у них на руках. И здесь большие вопросы к руководству Балейского района, по вине которого подтопленцы получили акт проверки дома только спустя полгода после ЧАЭС. Отметим, что всего в дополнительном списке находится около 300 забайкальских семей. Необходимые документы представители Краевого Минстроя направили в федеральные органы власти. Деньги переведут пострадавшим, как только будет подписано соответствующее распоряжение. Но пока реальность такова, что попавшим в зону бедствия эти самые бедствия терпеть приходится до сих пор. Ведь в ожидании обещанных денег несчастным забайкальцам приходится жить в летних кухнях, либо дышать плесенью сырого дома, либо идти к родственникам на поклон. Одним словом, как-то выживать. Анжелика Понебрашина, Иван Дементьев, ЗАПТВ. Кто такая Морена, что такое маленькие блины, где весело провести время в любой праздник? На эти и не только вопросы ответит Оксана Андриашина в следующем сюжете. Еще в старину люди верили, что существует богиня Морена, женский мифологический персонаж, связанный с сезонными обрядами умирания и воскресания природы. Время идет, а традиции остаются. Теперь каждый год мы сжигаем чучело, чтобы весна скорее пришла в наш дом. Сегодня на площадке одного из самых больших торговых центров Читы Макси мы празднуем Масленицу. И сейчас узнаем, какое настроение у жителей Читы. Как у вас настроение? Замечательно. Почему такие красивые? В честь праздника? Да, конечно. Мы всегда такие. У нас всегда праздник. Здравствуйте. Вы всей семьей сегодня пришли на Масленицу? Здравствуйте, да. Как у вас настроение? Очень праздничное, отличное настроение. Вы уже кушали блинчики на этой неделе? Сегодня утром. У меня супруга приготовила. Конечно, кушали. А с чем приготовили блинчики? Блинчики со сгущёнкой. Как у вас настроение? Здравствуйте. Очень отличное настроение. А чего вы так далеко стоите? Почему к празднику не подключаетесь? Наблюдаем с далека. Нам отсюда виднее. Ждете, пока призы будут разыгрывать? Не обязательно. Да. Пока мы знакомились с людьми на площади торгово-развлекательного центра «Макси», на сцене уже появились «Змей Горыныч», «Избушка», «Веселые скоморохи» и даже вокальный ансамбль «Левада». А пока одна половина начинает сражаться за призы, мы узнаем, какие знания есть у горожан о масленице. Здравствуйте. А знаете, почему на масленице сжигают чучело? Не знаю, девочки. Наверное, провожают зиму. А вы знаете, какую песню нужно петь, когда горит чучело? Ой, не знаю. Знаете, но есть предположения. Интересно. Гори-гори, ясно. Здравствуйте. Здравствуйте. А каким блюдом принято угощаться на масленицу? Блинами. А с чем вы любите блины? С гущенкой. А сами готовите? Конечно. Много наготовили в этом году? Да вы что, целую вот такую миску. Расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Хорошее, веселое. Вы ели блины на этой неделе? Обязательно, конечно, несколько раз. А вы знаете примету про блины? Хрискать приходится. Только про первый блин кома. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как называются маленькие блины? Маленькие блины? Я даже не знаю, к сожалению. Ну что бабушка готовит блины и? Радушки. А вот и первый победитель в перетягивании каната. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отлично. Вы только что победили, я правильно поняла? Да, да, победили. А что вам подарили? Сертификат на бургер. Никто не ушел без подарка. И в честь вкусного праздника были вкусные призы от мастер-бургер, I like pizza, subway и мистер-фокс. А если вы пропустили все веселье у торгово-развлекательного центра «Макси», то наслаждайтесь приятными пожеланиями от наших жителей. Для пожеланий для жителей Читы оставаться жизнерадостными. Нерадостными. Тепла. Тепла. В семье и везде, в крае. Будьте добрыми и угощайте всех блинами. Желаю побольше теплых дней, потому что что-то очень холодно в последнее время. Ну и благосостояние, чтобы увеличивалось. Здоровье, счастье. Хотите пожелать что-нибудь жителям Читы? Да, конечно, хотим пожелать самое главное – здоровья. Хотелось бы чистый город видеть всегда. Что так? Ну и хорошего настроения всем праздничного. Мы вместе с Макси играли в игры, пели песни, жгли чучело. Ну все, зима, прощай! Масленица 2024 мы запомним надолго, ведь сегодня было весело не только детям, но и взрослым. Все отлично провели время, танцевали, подкидывали блины, соревновались в перетягивании каната. И, конечно, уходили все не только с прекрасным настроением, но и с подарками. О чем еще можно мечтать? Наверное, таких прекрасных праздников побольше надо проводить. До новых встреч в Макси! Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok